Слово «прогресс» у современного человека вызывает различные ассоциации. Это и движение вперёд, бурный рост различных передовых технологий. Но спроси любого человека, какие конкретно передовые технологии он знает. Кроме сотового телефона и айфона, он ничего назвать не сможет. Марки автомобилей меняются, как и их внешний вид с внутренней начинкой. Но как они ездили на двигателях внутреннего сгорания больше ста лет назад, так и ездят до сих пор. Самолёты летают так же, как и в далёком прошлом. Практически нет ни одной прорывной технологии. Один только копирайт прошлых достижений. Порывшись в памяти, оппоненты радостно вспоминают Илона Маска. Вот кто Леонардо да Винчи современности. За что не возьмётся, всё ему по плечу. Это у него самые смелые разработки и изобретения. Одна из них — это Hyperloop One. Маск в противовес строительству высокоскоростной железной дороги между Калифорнией и Лос-Анджелесом предложил постройку вакуумного поезда, который не только дешевле, но и намного быстрее любого высокоскоростного поезда. Было заявлено о возможности достижения скорости в 1220 км в час. И уже на испытаниях в декабре 2017 года была достигнута скорость 387 км в час. Принцип действия вакуумного поезда простой. Внутри трубы создаётся предвакуум, то есть воздух откачивается почти до нуля. Капсулы с пассажирами двигаются за счёт линейного двигателя, который создаёт электромагнитное поле. Статор — это алюминиевый рельс, расположенный на полу трассы, а ротор расположен в капсуле. Чтобы уменьшить сопротивление движению, создана система, которая позволяет капсуле плыть над рельсом. Вот и всё. Вроде одни плюсы. Правда, если нарушится герметичность трубы, а это возможно при землетрясении, или пьяный водитель грузовика въедет в опору магистрали, то сразу создастся ударная волна, от которой мгновенно погибнут все пассажиры. Но на какие жертвы не пойдёшь — ради прогресса. И, казалось бы, вот она прорывная технология. Из Нью-Йорка до Пекина можно будет добраться за два часа. Пару раз кофе попил, и всё, пора выходить. Но вредные альтернативщики не успокаиваются. Говорят, что это уже всё было изобретено до нас. Давайте это проверим. Сама концепция такого транспорта появилась ещё в конце 17 века, вместе с открытием возможности создания искусственного вакуума. Так возникла идея быстрой подземной транспортной системы, работающей благодаря пневматике. В 1810 году британский инженер и часовщик Джордж Митхёрст изобрёл брошюру, в которой описал принцип работы пневмопочты и её экономическую выгоду. Ещё двумя годами позже он же предложил и увеличенный вариант подобного устройства для перевозки грузов и пассажиров. То есть, по сути, придумал пневматический поезд. В 1824 году другой британец, некто Валланс, построил близ города Байтон 46-метровый отрезок пневматической железной дороги. Она представляла собой трубу из еловых досок почти двухметрового диаметра, внутри которой по проложенным рельсам передвигалась вагонетка с сиденьями для пассажиров. В голове состава находился круглый щит с помощью кожаных уплотнителей, плотно прилегающих к стенкам трубы. Насосы, установленные в конечных пунктах, создавали необходимое разрежение воздуха, и каждый желающий мог совершить небольшое путешествие на новом транспорте. Видимо, лондонский смог оказывал положительное влияние на изобретательность отдельных граждан, поэтому в 1964 году под лондонским парком Crystal Palace по проекту Томаса Раммела была построена 550-метровая подземная пневмодорога Crystal Palace Pneumatic Railway. Поезда в ней должны были двигаться по овальному тоннелю, 3 на 2,7 метра от одного входа в парк до другого. Таким образом, за 6 пенсов пассажир мог пересечь Crystal Palace всего за 50 секунд. Раммел лелеял планы по постройке более длинной линии от Waterloo до Whitehall-а под Темзой. Однако работы так и не завершились, а местонахождение первого тоннеля со временем было забыто. Интересно в этом случае, как Раммел умудрился за год построить пневмотоннель длиной более полукилометра и изготовить вагоны для него, ведь указано, что тоннель овальный. Представьте, с какой точностью нужно было прорыть тоннель и обложить его кирпичом, так, чтобы вагоны и воздух вперед себя не пропускали, но и не застревали в пути. Не нужно забывать про изготовление силовой установки, с помощью которой нагнетали давление в тоннеле. Можно предположить, что Раммел тоннель не строил, а просто откопал. Тогда бы не возникло столько вопросов по поводу скорости строительства. В том, что про тоннель забыли, нет ничего удивительного, если посмотреть на то, что находилось на поверхности. Хрустальный дворец полностью состоящий из стекла, 14 прудов и озера с островами, две водонапорные башни, благодаря которым вода в фонтанах вырывается на высоту 76 метров, десятки скульптур из мрамора и камня, 120-метровый морской аквариум и многое другое. Причем все это великолепие построили за 4 месяца. Позже было решено этот дворец перенести на другое место. Вроде ничего страшного, ведь все, кто это строил, еще не забыли, как все делали. Но в 1853 году при монтаже конструкций обрушилась кровля. Погибли 12 человек. А специальная комиссия приказала отрубить все половые органы у скульптур, так как это оскверняло их взор. Интересно, когда этот дворец использовался во время всемирной выставки, такие художественные изыски никого не напрягали. Да и сам автор проекта Джозеф Пакстон был простым садовником. После такого впору задуматься, зачем нам академики и архитекторы. Естественно, этот выставочный комплекс сгорел в 1936 году, так же, как и его предшественники в разных странах. К примеру, в 1931 году подобный комплекс в Германии тоже сгорел. Кто-то зачищал следы истории, чтобы легче было врать про архитекторов-садовников. Естественно, про тоннель под парком тоже забыли. Зачем потом объяснять такую скорость подземной проходки? Еще одна пневматическая подземная железная дорога, Beach Pneumatic Transit, была построена в Нью-Йорке в 1870 году Альфредом Элли Бичем. Этот легендарный метростроец знаменит тем, что он изобрел пишущую машинку для слепых, основал школу для освобожденных рабов и являлся редактором нового издания Scientific American. Можно не сомневаться в наличии у него полного набора знаний, необходимых при строительстве таких подземных объектов. И ведь что интересно, в 1849 году он предлагал двигать вагоны в подземных туннелях с помощью лошадей. Это потом он резко перескочил на пневматику. При этом он в своих записях не затрагивал вопросы, связанные с трудностями проходки под землей. Все его внимание было приковано к способу передвижения. В связи с этим можно вспомнить про трамваи, которые якобы изначально изготавливались под транспортировку лошадьми. А когда придумали электродвигатели, то выяснилось, что ничего в трамвае переделывать не надо. Достаточно поднять стокоприемник, чтобы запитать тяговые электродвигатели, которые четко вставали на случайно оставленное место. В конце концов, изобретатель пишущей машинки для слепых арендует подвал магазина одежды в Нью-Йорке. Все работы велись ночью, так как официального разрешения от властей не было. Альфред Бич убеждает всех, что строится маленький тоннель для пневмопочты. И, конечно, никто не заметил, как по ночам вывозятся огромные объемы вынутой породы. Интересно еще то, как Альфред через подвал в магазине затолкал в тоннель проходческий щит своего изобретения, а также вагон, который курсировал по линии длиной 100 метров. Компрессор, который нагнетал воздух, весил 50 тонн. Его, как в Египте, рабы на бревнышках закатывали вниз. А как везли по улицам? На каретах? Чтобы лучше представить этого монстра, представьте его размеры. Высота 6,4 метра, длина 4,9 метра, а ширина 3,7 метра. Вопрос, какой должен быть подвал, чтобы этот компрессор можно было протащить в тоннель? Труба воздушного метрополитена пролегала под Бродвеем от Уоррен-стрит до Мюррей-стрит. Две подземные станции были богато украшены фресками, статуями и аквариумами с золотыми рыбками, а к услугам пассажиров были мягкие кресла. Это реклама на пневмо-тоннель. А это расписание движения поезда со схемой расположения путей. Проект пользовался бешеной популярностью, но с обвалом фондового рынка про тоннель забыли. Странная забывчивость связана именно с тоннелями, где использовали пневмопоезда. Все эти тоннели были найдены и частично раскопаны. На это указывает и диаметр проходческого щита Альфреда Бича. Его размеры должны быть больше диаметра кирпичной кладки, но они соответствуют внутренним размерам. И эти статуи на вокзале, так же как и компрессор, уже стояли там, а основатель школы для освобожденных рабов просто решил на этом заработать. Благо, что и рабы, хоть и освобожденные, под рукой. В мире обнаружено огромное количество тоннелей. Вот, к примеру, старейший канадский тоннель, который якобы построили для канализации. Четко видно, что канализации здесь и не пахнет. Абсолютно круглый тоннель. Он бы больше подошел для пневматического метро. Кстати, о канализации. Труба такого диаметра предполагает, что в нее будут сбрасываться нечистоты из ванн и туалетов, которые централизованно снабжаются водой. Что-то нам историки про унитазы в древности не рассказывали. И, судя по рекам, мы первые, кому пришла идея сбрасывать помои в реки, чтобы тем, кто живет ниже по течению, было приятно понюхать воду. А вот лондонская канализация, построенная в 19 веке. Вы видите, какой объем сброса предполагался? Правда, все равно все нечистоты сбрасывались в Темзу. Так что такой тоннель в роли канализационного сброса представить трудно. Больше похоже на тоннель, пробитый для прокладки метро. Как, к примеру, этот. Это 1904 год. Открытие метро в Нью-Йорке. Четко видно, что с габаритами тоннеля явно переборщили. Зачем для тележки, на которой лучше картошку перевозить, такая высота потолка тоннеля? Альфред Бич 50 лет назад вагон намного современнее представил. Скорее всего, тоннель откопали готовый, но вагонов не было или не смогли запустить питающую установку. Вот и смастерили из того, что было тележку. Слово «прогресс» означает постоянное улучшение и совершенствование технологий и производства. А на деле что происходит? В прошлые века люди кирками и лопатами рыли тоннели на любой глубине и разного диаметра. Их не волновало, что там скала или мягкий грунт. За пару лет пробивали любой тоннель. Да, они иногда использовали проходческие щиты, но это давало только возможность поддерживать один и тот же диаметр тоннеля. Сам проходческий щит ничего не рыл. За него это делали те же люди с кирками. Да зачем так далеко заглядывать? Россия за 13,5 лет с марта 1891 года по сентябрь 1904 года проложила непрерывный рельсовый путь от Миаса в Южном Урале до Владивостока и порт Артура на берегу Тихого океана. Всего 10 тысяч километров. Это с учетом примыкающих веток. И так, между прочим, построила более 4 тысяч мостов и тоннелей общей протяженностью более 100 километров. Все быки мостов и сами тоннели обложены гранитным камнем, который они резали как сыр ножом. Проходческой техники не было. Вспомним про строительство в 60-х годах 20 века. 9 тоннелей в скалах наивысшей твердости на участке Тайшет-Абакан. Кто строил? Какие-нибудь рыбокопы от слова копать? Нет, несколько тысяч комсомольцев с помощью кирок и лопат за 5 лет пробили 9 тоннелей. Вот тоннель, который с помощью иностранной проходческой техники строили там же только 8 лет. Тоннель меньше по размерам того, который строили комсомольцы. Комсомольцы явно выигрывают по скорости проходки, чем какой-то там забугорный комбайн. Вот тоннель под Амуром. Форма тоннеля ничем не отличается от старинных железнодорожных тоннелей. Только построили это, как говорят историки, за 3,5 года. Первый поезд прошел 12 июня 1941 года. Строили 900 метростроевцев, которые до этого тоннеля за 18 месяцев запустили первую линию метро в Москве. Это вместе с эскалаторами, станциями, статуями и так далее. Под Амуром им помогало около 1 тысячи местных жителей, а также несколько тысяч заключенных. Начали пробивать тоннель с двух сторон и при исхождении отклонение не превышало 15 миллиметров. Это при длине тоннеля 7198 метров, больше 7 километров. Чем они мерили направление под рекой? Проходческих комбайнов не было, только кирки и лопаты. Ну и казалось бы, дай нам такой комбайн, то и мосты больше строить не надо. Зная себе, строят тоннели под реками или в скалах. В 70-е годы прошлого века начали строить северо-муйский тоннель возле Байкала. Даже не под водой, просто на поверхности. Использовали зарубежную проходческую технику. И с этой техникой стройка длилась 26 лет. Почти на каждом километре стоят памятники погибшим рабочим. А в одном месте погибла целая проходческая бригада. Исследования, которые провели специалисты НАСА вместе с французскими учеными, подтвердили существование подземных городов, а также разветвленную сеть галерей и тоннелей, которая простирается на тысячи километров в Алтае, в Пермском крае, на Урале, на Тяньшане, в Южной Америке и Сахаре. Причем ученые не смогли назвать способ, которым это было сделано. По всему миру находят тоннели под городами. Некоторые соединяют даже континенты. То есть тоннели есть, а кто и как строил, никто не знает. Когда историки пытаются оправдать такую скорость проходки рабским трудом или трудовым энтузиазмом, становится смешно и грустно одновременно. Была другая цивилизация и другие технологии. По сравнению с теми людьми из прошлого, у нас в руках до сих пор топор, сделанный из камня, который привязали к палке. Всем удачи!